Страшный вредитель на облепихе это облепиховая муха. Болезней пока и других вредителей, которые бы существенно вредили растениям, нет. А с облепиховой мухой опрыскивание однократно к теликам. Если растения посажены со схемой посадки, допустим, 2 на 2 метра, они формируют такой вот широкий куст, то достаточно для того, чтобы заготовить мороженые плоды на зиму для семьи, сделать сок или джем. Достаточно трех женских растений, одно мужское. Самое главное, что их надо хорошо посадить, чтобы они были с хорошей площадью питания. Вы видите, какой здесь формируется куст хороший, широкий, со основанием кроны. С одного растения можно собрать 10-20 килограммов ягод. Прежде всего, это поливитаминное растение. Здесь комплекс витаминов. Если говорить, то начиная от витамина А, каротиноиды про витамин А, и кончая витамином Ф. Это комплекс витаминов. И самое главное, что в плодах облепихи содержится масло. Не в косточке, в косточке тоже есть масло, но в плодах облепихи, в самой мякоти, а также как в маслине, находится масло. А витамины, вернее, такие витамины, как витамин А, витамин Е, который тоже содержится в облепихи. Можно витамин А, чтобы получить, есть морковку. Но в этом случае надо вместе с морковью есть сливки или масло, чтобы эти каротиноиды растворились. А здесь природный концентрат, готовый концентрат. Не надо ходить в аптеку, надо ходить в сад. Листья издавна в народной медицине используются как лекарственное средство. Найдены вещества противораковые в коре облепихи. И самое главное, что облепиха, вы видите, как она нарядно выглядит сейчас, она может служить украшением сада осенью, в августе и весь сентябрь, если посадить сорта разного срока созревания. У нас есть сорта, которые созревают в середине августа. Вот, например, августина. И есть сорт сибирская, которая созревает в конце сентября. И если посадить разные по срокам созревания сорта, можно иметь очень красивый сад в течение августа-сентября, когда нет цветов, даже когда замерзли все цветочные растения, это украшение сада своего рода.